Наш обзор от теплой пряжи с интересным составом. Этрофил Ангора Люкс. Цвета преимущественно светлые, нежные, пастельные. Петельки выкладываются сразу ровно, уже с первых рядов. И несмотря на свое строение, она не слоит в работе. Ангора нежно и красиво смотрится во взрослых жакетах, пуловерах и гольфиках. Меня очень удивила эта пряжа, потому что в Ангоре обычно узоры практически незаметны. А вот резинка меня огорчила. Если вы хотите получить упругий край шапки или другого изделия, я рекомендую вам вязать. Я рада вас приветствовать на нашем канале. С вами магазин рукоделия Кэнди Ярн и я Яна. Сегодня наш обзор от теплой пряжи с интересным составом. Этрофил Ангора Люкс. Моточки 50 грамм, 200 метров. И состав 40% шерсти ангоры французского кролика, 20% кашемира па и 40% полиамида. Для тех, кто не знал, кашемир па это искусственный кашемир. Он по качеству приближен к натуральному, но делает пряжу намного дешевле. Моточки круглые, объемные, аккуратные, как и вся Ангора мягкие, приятные на ощупь и совершенно не колются. Нитка в виде канатика, равномерная по всей длине, пушистая, практически не тянется и состоит из двух нитей слабой скрутки. Пряжа прекрасно вяжется, она хорошо скользит по инструменту, петельки выкладываются сразу ровно уже с первых рядов. И несмотря на свое строение, она не слоит в работе. Производитель рекомендует использовать спицы номер 3. Свои провязы я вязала разным номером инструмента. Чулочную гладь я связала как раз этим номером. Она получилась эластичная, но абсолютно не упругая, довольно плотная, мягкая, нежная, совсем невесомая. Лицевая гладь смотрится самодостаточно, поэтому ее чаще всего выбирают для своих изделий. Ангора люкс хорошо смотрится в рельефных и ажурных узорах. Свой второй образец я связала спицами 3.25 и в нем объединила две эти техники. Он получился мягкий, эластичный, сниспадающий и рисунок хорошо заметен в полотне. Меня очень удивила эта пряжа, потому что в Ангоре обычно узоры практически незаметны. А вот резинка меня огорчила, ее я связала спицами 2.5. Она сильно растягивается, но не возвращается на место, поэтому не выполняет свою функцию и может служить только декоративным элементом. Если вы хотите получить упругий край шапки или другого изделия, я рекомендую вам вязать полую резинку. Что касается крючка, производитель рекомендует использовать крючок 2.5-3.5. Полотно получается плотноватым, поэтому я выбрала инструмент четверку. Провяз получился не слишком плотным, воздушным, объемным и мягким. Пухангоры немного заполняют просветы между столбиками, поэтому изделие будет теплым. Пару слов о палитре. Она небольшая, на официальном сайте производителя всего 10 оттенков этой пряжи. Они перед вами. Цвета преимущественно светлые, нежные, пастельные. Хорошо гармонируют друг с другом в одном изделии. Есть и черные, которые можно использовать для контраста. Например, в жаккарде. Я думаю, вам интересно узнать номера этих цветов. 70105, 70106, 70107, 70227, 70228, 70338, 7539, 7540, 7618, 70900. Что можно связать из этой пряжи? Вы удивитесь, но из нее чаще вяжут изделия для фотосессий новорожденных деток. Но регулярно надевать вещи младенцу не стоит, так как может появиться аллергия или раздражение от пухангоры. Для детей постарше можно посоветовать связать джемперы, кофточки и платья. Ангора нежно и красиво смотрится во взрослых жакетах, пуловерах и гольфиках. А также в аксессуарах, шапках, шарфах, манишках, перчатках и повязках на голову. Как ухаживать за изделиями из этой пряжи? Ручная стирка, температура воды 30 градусов. Не тереть, не выкручивать и сушить в горизонтальном положении. Производитель рекомендует использовать утюг на средних температурах. Но я свои образцы отпаривала, едва касаясь утюгом. Немножко о расходе. На шапку бине в одно сложение вам понадобится один моток. На детское платье 7-летней девочки с коротким рукавом необходимо 3-4 мотка. На джемпер размером 46-48 в одну нить 6-7 мотков в зависимости от узора и плотности вязания. Подведем итог и поговорим о плюсах и минусах этой пряжи. Плюсы. Она мягкая, теплая, не колючая. Красиво смотрится в любом инструменте. Имеет необычный состав, нежную палитру и экономичный расход. Минусы. Пряжа сыпется во время работы и плохо держит резинку. В одну нить не подходит для зимних изделий. А также хотелось бы цветов побольше. Если вы уже работали с этой пряжей, в комментариях напишите, как она вам в носке. На этом у меня все. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока! Сладких вам петелек!